Когда я в хорошей форме, я вот на 6-7 раз где-то по 70 кг, даже вот в таком воздухе все это не сделаю, в биоконтретке. Но в хорошей форме, сейчас в такой форме я болит разным. Тем более, приседал только что. А вы так говорите, быстро можете восстановить свою форму силовую? Сейчас нет, сейчас нет. Раньше да. Но это только из-за того, что вы ее как бы восстанавливаете, да, таким быстрым темпом? Ну, знаешь, что я думаю? И психологически, и физически. Никакого секрета нету. Мне много задают вопросов. А как ты восстанавливался в учебе? Потому что каждый день работаешь. Я так думаю, что я в экстремальном состоянии приучил организм. Он сам начал, начинал восстанавливаться. Не было такого, какие-то приемы, какие-то что-то, где-то что-то сидишь, чего-то колдуешь, чего-то говорить. Нет. А массаж делали? Что-то и делали в цирке-то, где-то делали массаж. Это очень дорогостоящий человек. Просто этот, в клипе, в клипе там показано это, супруга, или она просто мазью растирала? Она растирала, потому что у меня это, тогда вот я такой же этот вариант с цикродружной мышцей, как вот сейчас. А мне надо было вот это вот, потолкать эти, как вот, велосипеды или что-то. Вот это. То есть практически каждый день, да и по два раза в день. И три даже. Суббота, в воскресенье три. Единственное что, были варианты, два детских варианта, я сокращал немножко программу. А так все равно, гири убирал, потому что гири не нужно для детей. И одну гирю так вот, и не ставил на борец, чтобы дети не точили. Шары тоже не давал, работал с тремя шарами всего лишь. Ну, вертушка, штанги, все остальное было, и мост, конечно. Машину не давал. А, вы видели машину? Так вот в этом месте, где сейчас буду делать, уже не 1300 чем-то, или там, как это. А две тонны сто, вот сейчас вопрос. А считается, что невозможно удержать? А это честно, не без всяких. Никто не говорил, что машина фанерная или картонная? Да все уговорили. И говорят. Мало того, что начинают рассчитывать угол этого. Так я вот выставил эстакаду в этом, в Лужниках было, когда с организованием. Машина съехала на метр до, оставалась колесами до земли. Никто из сильнейших атлетов мира, атомом заряжен, никто не приподнял. Вот у меня фотография. А когда держишь такой огромный груз, когда держишь такую огромную тяжесть, нагрузка, где? На позвоночник. Нет, когда вот стоишь, держишь, что так сильно напряжено, там ноги, там спина, спину тебе гнет. Все, ты отключайся, я иногда перестаю видеть, все, у меня плывет. То есть весь напряженный, да? Конечно, конечно. Ты что? Там расплющи тебя. И если из-под штанги ее можно сбросить, с прямых пленей, здесь не сбросишь, потому что не столкнешь назад, она накрывает тебя. Здесь опасна любая колика. Вот кольнула спину или что, тут уже не сбросил. Сейчас тут стойки убирают у меня, вот, вылечки. А это съемки когда были? Это 2000-й год. Вот это 2000-й? Да. Ну что, старый там? Нет, мне что-то кажется недавно. Нет, это что-то. Что-то вы не меняете. Это до... Подозрительно. Это как раз еще до рекордов. Очень немного... Это... А, нет, это как раз вот на полгода спустя после рекордов. 2000-й год, 2001-й год. А вот там будет сейчас... А все-таки это на здоровье отразилось именно вот эти рекорды? Или как-то это по-другому? Нет, это нет. Вот эти не отразились ничего. А общая, конечно. Вот, сейчас едут ко мне домой. Были бы у вас там давно, правда? Нет, сейчас перестроил дом я. Древний сад хороший. По-другому сейчас. Я сейчас сделал очень красиво. Сейчас Валюшки домик строю уже. А живете сейчас в основном там, на даче или... На даче. А в Москве что у вас это? Нет, на партии. На Арбатке. Ну вот, на Павловской. Иван Иванович, мы с вами соседи. Я сам Арбатский. Я на Арбатке. Я скатертик рюм. Я в трех местах. На Старом, на Новом, а сейчас на Смоленской набережной. Но это все у права Арбат. И там же мой тяжелоатлетический зал спартаковский на Поварской, напротив Гнесинского училища. Был старинный зал, правда, в 84-м году он был закрыт. Я тоже. Тяжелоатлетический. Там и Власов рекорды ставил в свое время, в 60-е годы. Первенство Москвы. Вот, вот, вот. Смотри, смотри, смотри. Вот этими гантелями под 45 градусов я их жал. Вот и развод. Ну, не разводка, живы. Да, ну, куда брать? Да я разводку делаю. Да вы что? Да я как-то не разводу. Она приклеена, наверное. Нет, ну вот шар не был приклеен. Он катался и все, и не отрывался даже. Нет, ребята, вы не запустите. Там магнишем у меня. Когда входим в зал, магнит включается. Это мы завтра поймем уже. Когда проснемся и скажем, нет. Не может быть такого, да? Где-то в потолке магнит, когда вы поднимаете наоборот. Вот, 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 а как по-другому? Не получается. Представь. Представь. Представь, я же отхожу. Валентин Иванович, а получается, вот люди, которые вас предупреждали, что нельзя в цирке работать с тяжелыми весами, больше 40 лет назад, когда вы только готовились стать... Это набор Гриша. Да, ну и вот другие все люди, которые программу утверждали, да, получается, они не правы оказались, а правы вы? А я сказал Грише. А вот честно скажите. Мы сдружили до самой смерти его, и я сказал нет. То есть вас все предупреждали, что нельзя, не надо и вообще, да, и это скажется на здоровье. Между прочим, Сереженька, в свое время, откровенно говорю, Воробьев тянулся ко мне, он как-то любил меня. Да, у нас небольшая разница в возрасте, но он, говорю, вот, тянулся. А в то время как-то было заметно возраст. Вот сейчас, как бы, не было заметно, а тогда еще было заметно. Да, 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 это когда, это когда? 69-70-е годы. Ну, он умнейший, может, он. А потом, а потом уже поехал, поехал, поехал. Вот, смотри. Деревянная машина, говорю. А как обратно ставят, они в том же порядке, да? Просто, да, так и выдерживают, да, конечно. Да. А как готовились, чтобы удержать? Готовились? То, рассказывали с маленьких, вот, про другие трюки, с маленького, там, тяжелее-тяжелее, а то как? Нет, у меня есть это, как объяснить, у меня есть специальное дело, вот, которую штангу я про... Вот, вы не задали вопрос. А самый важный вопрос в том, как, Валентин Иванович, вы пронесли 10 метров штангу в одну тонну, потому что невозможно загрузить штангу в одну тонну. Ну, вы-то не задали это. Почему же невозможно? Невозможно. Тонну в штангу не загрузишь. Легко. Нет? Хоть сейчас подемки обновешу тонну. Никогда в жизни? Да хоть сейчас. На мою даже глину не нагрузишь. Я же на глину. Да нет, не говори. Ты самая большая. Клинчики, вот, через веревочки. Одно дело вот так, а не. А, ты весь вес. Нет, 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 нет. А вообще, вообще вес. Но, запомни, такую не понесешь, она тебя заболтает так, чтобы... Болтать начнет. Заболтает она. Меня видел, как болтает шанга, когда вот Кирилла Набута увидел? Да, видел, видел. Это у меня. В интернете пишут, это не настоящая штанга. Посмотрите, как она прогибается. Она там... Прогибается, там мама не горюй. Кстати, вон на форте видно, там дуга такая, что... Очень большая дуга. Вот у меня вот такие из десятки металла, десятка металла, толщина. Таких два треугольника. Просверленное отверстие. И просунута здесь гриф штанги вот идет. Про это. Так. Закрывается замок. А на каждом углу здесь размер этот треугольник, соответствующий, поставлено три диска. Вот так, друг к другу. И торчит одна, вторая, третья. Это вот, которые одевают диски. Да, тулки. На них одеваешь, одеваешь замки. Три. И с другой стороны три. А сам гриф пятидесятка, сталь пятьдесят шесть. Пятидесятка вот такой толщины. Вот эта вся конструкция без единого диска, она что-то сто десять или сто восемь килограмм. Только конструкция. Я это почему так немножко знакомо. Это восемьдесят, дай бог памяти, пятый или шестой год. В форме хорошей был. На стадионе салют был праздник спортивный. И вот я там это решил учудить. Там зрителей было много. В спортивном зале покрытие, ну деревянная игровая площадка. Одни стойки поставили, в метрах, ну вот как отсюда двери, в метрах, ну в четырех, в пяти, другие стойки. И вот навешали на штангу, вот полтинники были. Все, вот порядка четырехсот пятидесяти килограмм. Вот все, до упора пошли. Вот, жив, видишь? Жив. А, я приседание уже сделал, четыреста шестьдесят, пятьдесят. Сейчас вот тяга, смотри, вот как. А, вы видели. Да, да, мы сейчас видели. И вот объявляю, что вот был Милон Кротонский, носил бычков. И сейчас вот вроде как вот, посмотрите, как это делается. Я эти четыреста пятьдесят на плечи. А здоровый был? Легко достаточно. И вот как только первый шаг сделал, она как начала не так колебаться, так и болтать. А вот так. Болтать, да. Я под ней, как червяк. А мне директор предупредил, говорит, не дай бог уронишь их, да раз, раз. Полу, полтонна. И как, вот я не знаю, наверное, вот зубы, наверное, тачка. Вот, смотри, покачаю. И зачистить показывай, смотри. Видишь, качаю, держу специально. Показываю. И без ляма. Вот я о чем говорил-то, да, блинчики? Да, да. Ну, а тут не уместились, поэтому сюда, по два с половиной килограмма. И вот там я донес эти четыреста пятьдесят, поставил, благополучно перекрестился, что не уронил. Вот такое вот было. Наверное, репетировали там триста, триста пятьдесят. Ну, вот, нет, вообще не было. Сразу на праздники показали. Сразу, и нет. Ну, вот это штанги стали такие. Потом еще, ну, там были, правда, у нас такие вещи. Пятнашки были, они по цвету, как двадцать пятки. Обрезиненные. Вот одели сто восемьдесят два с половиной. А во внешне, как двести два. И вот объявляют. Юрий Ласов толкнул на Олимпиаде в шестьдесятом году, двести два. Вот сейчас он, смотри. Я беру на плечи, на два раза шул, пару раз присел. Ну, так играют. Ваши настройки поставил. Тогда здоровый в дом. Да хрена. И это уже не спортивно. Вешать один вес, объявлять другой. Сейчас то же самое у вас, да? Тоже сад есть. Зимний сад. Ну. У меня большой, здесь сто шестьдесят квадратных метров. Да, вот, к сожалению, вот этот трюк, тонну на десять метров перенести и поставить, мы только слышали о нем, но никогда визуально мы его не видели. Да, почему никому не показывали? Снимали, это снято. И вот в эту книгу рекорды планеты, рекорд Гиннес, она снята. Есть и материалы, и съемки. Никто просто в интернет не выкладывал. Так это их надо запрашивать, а не я. Я же вообще в интернете не выставлял ничего, ни одного вещи. Я даже иногда узнаю в интернете, кто я такой, что, и что я умею. Да. На что способен, да? Один товарищ с форума написал, что говорит, вот 50-летие Валентина Ивановича отмечали в 88-м году в цирке. Съемки были, я говорю, прекрасно, это помню. 88-й был. А я у вас в цирке был с детьми, это, дай бог памятник. 80-й, до этого еще было. А еще тут, надежно, все богатырские составляющие. Ну, у нас-то с Сашей просто с детства мы знали, Валентина Ивановича как силового жанра. Ну да, я просто вот с самого детства там. В телевизор и цирк смотрел. В 10 лет, в 12, в 14. Я хочу пожелать. Но я тогда начал заниматься штангой, и вот стал видеть Валентина Ивановича по телевизору, и стал думать, о, какие штангисты молодцы, они все там штангу умеют крутить. Я просто не знал разницу, но я думал, что это делает штангист. Нет, а я наоборот. Я начал с силовых атлетов дореволюционных, про них прочитал. Шапошников Юрий Владимирович писал в журнале, да, и про вас, и про... И мне это так загорелся, что вот есть такие силачи, которые такие трюки делают. И, конечно, тяжелая атлетика, самый ближний вид спорта, и сразу пошел в тяжелую атлетику, чтобы тоже быть сильным. А как так получилось, что после реабилитации, после падения, ну, понятное дело, вы привели себя... Я сделал после 5 очень серьезной реабилитации, делал первые шаги. Не первые, а стал нормально. Первые шаги – это нормально, пожалуй. А так 2 года и 8 месяцев отдал, чтобы делать на костылях первые шаги. А потом еще 2 года на полное восстановление. Это ушло 7 лет. И вот, казалось бы, остановись, ты стал вроде полноценным человеком. Что вас подтолкнуло? Благодаря цирку я только и восстановлю. Потому что я только жил цирком. Мечтал вернуться в цирк. Хорошо. А вот я не задал другой вопрос. Вот что подтолкнуло заниматься тяжестями в цирке? Нет. У меня ни одна комиссия не разрешила бы подняться в воздух после такой травмы. Ни одна. Что, я собачек грейсировал бы, еще что-то? Нет. То есть, единственная ниша, которая была свободна? А я не принервал легенды все вот эти о силачах, о богатырях, о добрых людях и все. Я неплохо, когда я... Верх у меня очень хороший был по силе. У меня ног не было. А по силе верх был очень хороший. И я решил, вот я начал готовиться, вот эту программу готовить. За 2 года я отдал 2 года, чтобы подготовить себя. И в 69-м году я уже вернулся в цирк. Но уже в силовом джангре. Угу. Валентин Иванович, а когда вы только начали вот силовым джангре выступать, какой был ваш вес? Ведь наверняка там еще не такой большой, как... Нет. У меня был 90... 96... 95... 96... 94 килограмма где-то вот такой. Угу. Это просто удивительно. Из 67 килограмм, вы сказали, когда были воздушным гимнастом, да? Сейчас впечатление, что ваше телосложение... То, чем килограмм. У меня было, знаешь, какое... Я в одно время был более-менее рельефный такой, знаешь, как тебе объяснить. Я могу показать фотографию. У меня есть тех времен, когда я вернулся. Более-менее рельефный был. Один момент, я очень рельефный, неплохой имел. А питание, значит, как вы говорите, обычное такое, да? А, папин супчик. Я же начал говорить, что такое папин супчик. Это Аня назвала, моя дочка папин супчик. В то время мы с трудом достали, купили миксер, такие колбами был миксер, такой стеклянный колбом, миксер. Я делал следующее. Беру творог, пачку творога. Беру три ложки меда. Беру сухое молоко или сливки туда. Беру два или три яйца, вот в одну колбу, вот в эту. Все перемешиваю. Вот это все перемешиваю. Это моя была одна порция, я выпивал. И так три-четыре раза в день я ее выпил. Вот единственный мой был протеин, так называемый. Тогда протеин достать в стране невозможно было. Вообще. Ничего нельзя было достать. Потом под протеин продавали всякую ерунду, детское питание, снимали этикетки, продавали якобы. Ну это мы застали уже. Прошу, да-да-да. Десять сетей. А говорить о аминокислотах каких-то или чего, нет-нет. Я помню, вы мне как-то с силком подарили два мешка своего протеина. Да, это я их съел с удовольствием. Но они, правда, год просто ели дома. Я думаю, а что они у меня стоят? Так слышишь, у меня другое. Я сейчас очень много выбрасываю, там, аминокислот, протеинов, просроченных. По пять лет, шесть лет просроченных. Саша Матвеев забирает, все седает. Я говорю, Саша, ты что, тебя пронесет? Нет, седает ничего. А вы ничего из спортивного питания не принимаете? Сейчас нет. Но хочу, буду. Потому что, пойми меня. Ну, хоть какая-то помощь. Я хороюсь, что вот это, что я пытаюсь. Этого мало. Надо подпитывать организм. Надо обязательно. Витамины, аминокислоты, протеины, белковые препараты. Особенно когда с гонкой занимаешься? Особенно когда весом занимаешься? Конечно, очень много ферментов погибает, очень уходит много. С этой чисткой совсем. А вот когда в пике формы, вот, при седании 450, какой-то режим питания был особый или обычный? Да, там уже строго. Очень строго. Очень много мне помогал Любер. Не будем называть, что это. Доктор, забыли сказать. Да, вот, благодаря его помощи я сделал результат. Я доверился полностью ему. Не влазил ни в какие его дела. Мне говорилось это. Значит, мне привозилось даже. А питание, да. Он корректировал питание строжайшее. Все это, это. Мясо только отварное. Мясо только говядина. Говядина, крольчатина, куриное мясо. Все, все, все. Вот это. Но тогда не было много овощей. Овощей не было тогда. Давала клетчатка. Но клетчатка делалась как яблоками, там еще. Бананы строжайшие. Рыдное было очень много. Питание сколько раз в день было, примерно? Это строго. И там надо было следить по времени. Питание не лишь бы когда. Чтобы ты едешь, да. У меня дневник был, по дневнику делалось все. Специально человек был, который делал питание. Специально. И еще, то, что вот эти сказки вы слышите там в интернете или где за полгода, нет. Нет, это готовилось очень честно. Почти год времени. Даже чуть больше. Но и то сказать, что это очень мало срок. Маленький срок. Но никто не учитывает, до этого я свыше 30 лет с железом отработал. У меня уже результат я пришел, когда начал вот этот, пошел на этот спор. У меня тогда результат где-то под 350-360 я садился. И тяга где-то. У меня тяга была выше, чем в председании. У меня спина лучше была, чем в доме. А такой вопрос. Вот вы установили много десятков рекордов. А если бы вы сосредоточились на каком-то одном из них, возможно еще было прибавить в любом из этих результатов, прибавить еще хоть сколько-то? Или это действительно какие-то... Нет, это границы нету. Но дело в том, что можно ли или нет, а может быть можно было порваться или поломаться или что-то. Это нельзя предсказывать. Но вы не ощущали границу, то есть если... Нет, 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 нет. Ну вот когда я подготовился на Японию, тогда уже кажется я, я же без рубашки 85 на три раза, пожалуй. Без рубашки. А была вот такая же картина, как сейчас, сегодня. Я 65 еле-еле делал, поставили 71 раз, еле с трудом, даже потому что плечо очень болело у меня, правое как раз. А 85 поставили, собрался настолько, что ушел в себя, собрался. И когда пожал, я же видели, как на Японию, когда готовился с остановкой делал, то сказали, тебе будут придираться. Я ударял штангу, а тут раз-два жму, раз-два жму. И вот с остановкой 285 на три раза. А вот в других упражнениях, то есть пирамиды... А остался тот же вес, потому что я не акцентировал и не работал уже на этом, чтобы специально. Я держал, чтобы выдержать его. Удержать его. В приседаниях рекорд Андерсона абсолютно, это какой был, там 530? Нет, но там до какой высоты были приседания, тогда же не было официальных соревнований, поэтому присел и встал, это же не было еще правил. Таких соревнований не было. Андерсон в свое время, я его последовал, не его совету, а то, что Власов о нем написал. Власов написал книги, соленые радости были о нем. Когда Андерсон получил травму, он поставил перед кроватью стойки, поставил штангу и, проходя мимо все время, столько, сколько стояло, столько присыпало. Понимаешь? И это, и вот это все происходило, понимаешь? И я, так же, только я не в спальне, нигде, а в комнате у меня поставил стойки. И, проходя мимо, сколько нет, я раз сяду, я раз сяду. А я тебе показывал с Власовым фотографии, да? Где я с Власовым, Власов, как пальчик мой толщиной. Худой-худой. Видел этот момент? Ты когда он уже закончил выступать, да? Ну да. Мы дружили когда-то с Власовым, потом он закрылся, потом он пошел, это КГБ якобы преследовали у него все время. Вот один раз он к нам сейчас приехал на соревнования, после 75 лет, с своего юбилея, через неделю приехал. Вот он хотел организовать его юбилей, все, да, кажется, ты это делал или кто? Кто-то хотел организовать его юбилей, он отказал. Нет, нет, это он приезжал на послеверинство Москвы, участвовал в награждении, речь сказала. Да, он всего на час заехал, вот за 20 лет он один раз только посетил тяжелоатлетические соревнования, и больше его никто из штангистов не видел за 20 с лишним лет. Я когда проводил чемпионат мира по гирю в Москве, обзвонился, приглашал, потому что он же тоже был президентом федерации гиревого спорта, с ней память не изменяет. Ну, как-то его имя было связано. И вот, да, да, мы ему передадим. Хорошо, Гим проходит, опять звоним, так будем вот, встретиться или переговорить, мы передадим, передадим, и так вот, бесполезно, закрытый. Валентин Иванович, а кто, ну, вы сами придумали себе силовые номера в цирке? Трюки? Да, нет. Или смотрели, увидели, кого-то часть трюка, вы дорабатывали его? Нет, очень много трюков выполнялось другими силовыми, но большим весом никто не выполнял. Работал с небольшими весами, это красиво, акцент шел на фигуру, а не веса. Но есть трюки, которые, вот, катание двух шаров, я этот разработал, а остальное, остальное, это которые были трюки. Мост, ну, мост говорит, что я придумал то, что голова и это, а фактически вот книги, вот эти, о старинных книгах, там есть эти мосты вот разные, и так, и так. Во-вторых, Херцкий, вот, Георгиевич выполнял, это, борцовский мост, но у него не лазлил никто на колени, там, брали это, он жал большую шаровую штангу, и все, там, и что. То есть, это делалось, нет, такое сказать, что я придумал, это мое, нет, нет. Трюки какие-то определенные, ну, вертузку, вертузку вращали много кто, понимаешь. Каждого немножко, может быть, своеобразная вертузка. Там, какие-то трюки со штангой, там, ну, штанга и на штанге человек, шаровая, я думаю, что где-то делалось, где-то я, может быть, видел в книге, где-то это тоже сделал, набирал. Но сказать, что вот я придумал, это мое, нет, такого нет. Но все решали вы, да, никто вам не приходил, не говорил, вот я знаю, такой-то, там, номер, попробуйте. Нет, у меня было очень много трюков, я же здесь показываю не очень много трюков, у меня много трюков, а чаще всего, когда ты думаешь об этом, во сне приходят трюки. Спешишь, пишешь, утро проснулся, подожди, я видел этот трюк, давай, раз, чтобы не забыть, быстренько записал, или идешь репетировать, пробовать. А вот эти трюки, они все, условно говоря, как танец, то есть движение все, что сегодня, что завтра, по одной и той же схеме, или каждый раз какая-то... Нет, строго вот так идет. Прям вот одинаково. Трюк за трюком, потому что выстраивается музыка. Я имею в виду, у вас жонглирование, то или два оборота, или... На работу, да, да. Единственное, что, во время репетиции, не тренировок, называется репетиции, когда шара, и все, вот тут я себя и выматывал. Почему? Потому что я выполнял некоторые трюки, из 10-10 должен был сделать. Вот бывает, 8 раз делаю без завала, на 9-й раз завал. Я опять начинаю сначала. Я уже этот шар поднять не могу. А я все равно вот так коряво, но катаю. Я его удержать не могу. Зато на спектакле я отрабатывал так, как смотрели и говорили, да не может быть, что там так тяжелый шар. Лидин Иванович, такой вопрос. Вы как-то в интервью сказали, что у вас было увлечение собрать все, что было, все силовые трюки, которые были в истории, ну, в смысле, литературу про них, информацию, старые книги, журналы там. Вы действительно коллекционируете историю силовых трюков русского цирка? Нет. Нет, то есть не собираете такую библиотеку, да? Нет. Нет, не собираю. Есть у меня старинные, очень старинные книги и такие редкие книги, но специально собирать Терцов нет. Но у меня погибло очень много библиотеки в этом году весной. У меня в фуре, я делал ремонт дома и перевез все в фуру. И много было, когда снегу в этой весной, и фура провалилась с крыши, а они не заметили. А когда растаяло, все, а там упаковано в коробку было все. Книги, журналы, все, и это, и все сликло, все погибло. Я просто сам... А разве остановить нельзя? Я... Нет. Они сликлись, они не... Мы высушили, все, но они атлетиши, все рвется. Я просто коллекционирую, особенно последние 10 лет активно, вот такие старинные атлетические вещи. А так уже 30 лет подряд собираю все, что связано с историей силы, тяжелоатлетики. И вот дореволюционные книги, журналы, конечно, удивительные. Там были атлеты до революции в цирке. Это было развито очень серьезно. Поэтому, появи меня про актеров, кто это писал про это, с любовью описывали. Ну, достаточно там Барона Кистера вспомнить, дядя Ваня Лебедева, да. Огромное количество книг. Да, да, да. Поэтому я вот как-то, я так вот сижу-сижу и улыбнусь со смею. Слава говорит, чего ты? Я тогда, понимаешь, как-то не хочется стареть все время. Поэтому я вот то тут что-то сделаю, то еще что-то сделаю, то еще пошучу где-то, чем-то, с кем-то, знаешь. И все время вот так вот не хочется. Такое ощущение, что как-то рано еще пришла старость, понимаешь? Ничего хочется вот, ну, не знаю, вот, ну, хоть по такой, как сейчас, не очень хороший стиль, но нет, совсем старый я уже не совсем такой. Ну, наверное, это главный секрет долголетия, когда есть цель, есть желание, есть интерес к каким-то делам, и тогда жизнь кипит. Да. То есть, как только это все потеряется, тут зачем дальше? А вы проходите какое-нибудь обследование, так для себя, чтобы понимать, в каком состоянии там сердце, кровеносная система, печень? Никогда. Ребята, только по самочувствию. По самочувствию никогда. В редких случаях, даже когда болею. Переношу на ногах, работаю, работаю, работаю. Вот я двадцать седьмой год без отпуска, вообще, без отпуска, почему вы спросите, потому что у меня же не этот центр, у меня много больниц в центре, не совпадает. Вот в следующем году две недели я все-таки сделаю, чтобы вывести вонюшку к маме. Значит, секрет долголетия, это вот именно плодотворное какое-то действие, да? Либо работа, либо физические какие-то нагрузки. Ну, работа, да, чтобы ты был бы занят, все, а не расколаживался бы. Просто есть и спать, и это, это не здоровье. Здоровье для тебя, чтобы хочешь, это движение. Движение, это жизнь. У вас график какой, ну, денежный? Ну, вот половина пятого встал, без десяти пять я выезжаю за ворот уже. Без десяти пять. Вот еду где-то двадцать, ну, зависит от дороги, дорога всегда пустая, но скользкая или не скользкая, пустая совсем в это время. Еду минут двадцать пять, ну, самое большое, тридцать. Из Королева. Из Королева, да, все, потому что пустая дорога. Двадцать пять минут где-то тридцать еду, не нарушая, приезжаю сюда, сажусь, немножко работаю бумагами. Надо вот наговаривать на гиптофон, сейчас новую книгу еще готовлю. Вот, задаю мне, эти, пишут вопросы, и вопросы, где я по вопросам отвечу. Вот, и это, и немножко, скорее всего, время я раскрываю диван, обложу сейчас блюдо полыбедит. Когда нет обходов, когда есть обходы, я, конечно, уже, раньше уже. Захватывал, обед, 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 и все, и вечер, и они едят. Когда заканчиваете, там, во сколько, в шесть, в восемь, в восемь? Ну, это девять часов, в восемь-девять. Вот я где-то сдам центр, вот через час сдать центр, надо в департамент. Сдаю центр, и я могу уже свободу лить, но я еще бываю, потому что больные еще. А кроме работы основной, чем-то еще занимаетесь? Нет времени, не на чем. То есть дома там ничего не любите делать, да? Нет, нет времени. Хобби никакого нет? А? Ну, у вас хобби никакого нет такого. Нет, там работаем, делаем. Я сейчас строю маленький, так, валютский домик маленький, небольшой такой, за валютку своего. А вот я еще хотел спросить, вот, на цирковую тему. Вот у вас в основном такие визуальные эффекты, там, гири, штанги, а не было желания, такие вот статические какие-то номера, там, рвание газет. Тогда я бы всех вот обучил, вот эти, календарировать, как готовить. Как там, железки там завязывать. Ну, все, все, ну, железо это существует, это. Норвать цепи. Это не мое, а подготовка к календаре, это почти многих всех я научил, как готовить. Но в цирке вы не пробовали, никогда? Да это я делаю легко, еще раз говорю, я учил их. Раз я учил, значит, делаю или нет? Я имел ввиду, номера вы не показывали в цирке, да? Нет, нет, ну, это где-то сидит, это точно, это в компании можно показывать. Какой цирк? Цирк номер у меня, это, там нельзя вот это вот сидеть и это. Я вот эти скручивал подковы, не так раскручивал, а скручивал подковы, как говорят, эти, лом вот такой я гнул. Ну, есть приемы, правильно? Есть специальная подготовка, как начать его гнуть, а потом уже здесь нет. Существует ли некоторые секреты, как подготовить? Дин Иванович, ученик у вас так и не появился, серьезный, который был? Да я объясню, никто не хочет за эти деньги, это идти работать, потому что вкалывать вообще надо по-черному. А кто тебе будет платить? А в цирке сейчас еще небольшая ряда заплатить? Очень маленькая. Маленькая? В цирке маленький зарплат. Это в России или по-черному? Нет, за рубежом более-менее можем заработать. Надо заключать контракт, но для того, для этого надо загручать. Ну, а что ты себе представляешь? Чтоб тебя изглавить. Да? Меня интересовали все, все, руками, ногами, я почти безвободным. В бассейн-то ходите? Вот две недели назад, полторы недели назад, вот когда начал восстанавливаться лечение, когда заканчивал антибиотик и все, начал ходить. А так тоже. И то всего сейчас четыре раза, за полторы недели. Ну, через день, я не знаю. Завтра я ходить не смогу, у меня перерыв, у меня ноги сели, знаешь-ка. Я на втором, или на втором, или на третьем подходе, я уже встать. А ноги-то как раз и садятся-то, когда болеешь серьезно простудным заболеванием-то. Серьезно. По тяжелой атлетике, знаю. Первые делают ноги. Да. Слабеют сразу. Слабеют на три раза, это. Внушают. Внушают. Нет, я, ну, когда ты с машиной, ребята помогут привезти сюда. Привезти ты должен, подавляя, ты мне сказал. Чего привезти? Ячек. Так это на 250 спорили. Нет. Наполеону. Нет, это на снежная королева. На 250 же это спорили. Так ты посчитай, он сказал, что это 260 касается. Нет. На 10 килограмм больше. Все так прочно. Нет, так как эквивалент можно было бы, но раз 250 спорили, получается... Перевод, значит, вези ячек, ничего не поделаешь. Пока только одну бутылку. Но снежная королева. Я даже не слышал такую водку. В седьмом континенте. Это лично мне... Я же помогал, подавлял Назарбаева. Ну ты к Назарбаеву поедешь. О, вот. Снова Квин. Да. Ну, что, Мэйден, Алма-Ата. Слушай, действительно это... Потрясающе, ребята. Это лучший я нигде не ехил. Вот. Я тогда своим подругам... Нет, в интернет пускай залезет. И еще, когда залезут в интернет, смотри, искать ее, там есть, пускай залезут, как определить подделку, потому что уже оказывается подделкой. И там мелкие такие вещи, которые обратить надо внимание на подделки. Ну я девочек попрошу, они возьмут несколько бутылок, попробуют. Очень... Подожди, 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 подожди. Я попробую, я тебе скажу. Нет, они штамм, они в Казахстане и выставят. А это другой лен, что можно было бы. Валентин Иванович, а вы, может быть, посоветуете что-нибудь штангистам во время их подготовки? Какие-нибудь там... Что? Мероприятия, что там... Обязательные. Ну, нужно ли там, допустим, ремнями все время пользоваться? Чем? Страхующими. Ну, ремень одевать там, наколенники. Это надо, это надо. Это суставы... Потому что иногда даже смотрим, я вот смотрю чемпионаты мира, ребята выходят без наколенников, без ремней. Ну... Как будто они здоровые роботы. Я объясню, я объясню. Это до поры до времени. Колени разбалтываются, расшатываются от нагрузок. То есть, болит, не болит, все равно одевают. Это фиксировать надо. Сустав, он... Там хрящ, и суставная сумка, и щель суставная, которая должна поднять. От груза, от большого веса суставная щель уменьшается. Тем более, что резкие удары, приседы, все. Их надо все равно фиксировать, чтобы не разбалтывать. А, запястья тоже? Да, конечно. Нам тренеры с детства говорили, болит, не болит, бинтуйте. Да. Запястья, колени в тепле обязательно должны быть на коленнике. Еще одно мы про Машу делаем. Я же обещал потолкать тебе. А, да. Еще ширина пуль. Я бы попробовал. Давайте, может быть, затопить повторю. Я шучу. Я затра подняться сюда полезу. Подняться я поднимусь, а вот спускаться всегда, да, сложно. Да, да, да. А у вас там кресло, по-моему, есть двигающееся. Да, да. Ладно, ребята, тогда. Мы тогда через 2-3 недели приехать, когда результат будет, чтобы посмотреть. Будем тогда на связи, как у вас это. А когда съемки ориентироваться? Я не знаю. Не знаю. Ну, да, я не знаю. Нет, они уже давно должны быть, уже 3 месяца назад. Но никто не может вот эту доделать эстакаду новую, которую испортили. Но якобы обещали мне телевидение. А это поэтому тормозится только. Плюс вот это сейчас болячки мои были, которые. Поэтому не знаю. Я думаю, что все-таки, это я так думаю, что я дождусь весны. Объясню, почему. После Нового года. Почему? Потому что газель мою, я так, было подготовлено газель, все, чтобы на этот трюк, все. Но сейчас капитальный ремонт делаю газель. Разобрал, бутну, снял, все делаю, все делаю, капитальный ремонт газель. Это с целью ее облегчить? А? С целью ее облегчить? Да, конечно. То у меня от этого мечта. Лишние болты выкрутить? Да, да, да. Поршни там. Гайки, болты, на меньший диаметр. Потом газель просто подкатит. Да. Ну, у вас когда так ориентировочно? А, тренировки я начну не раньше, как через неделю. Это сегодня я просто, потому что пообещал я тебе попробовать. Плохо чувствовал, две ночи не спал почти, очень плохо спал. Вот, и поэтому просто сегодня попытку сделал. Просто для себя, не столько для тебя. Правда, тебе пообещал, но сам для тебя это делал. Не, вот у вас на все было. Даже этого достаточно? И с шаром достаточно, и с гантелями с этими достаточно? Нет, все. То, что мы их не могли поднять, я Валентин Иванович их просто пожал 8 раз. Я говорю 8, я там двух еще столько же, я просто для Лёни, потому что я его всегда убиваю. У него настроение падает, когда я. Он карахарился, карахарился, что это много, уже хорошо приседает. Пришли, слава, все. У меня настроения нет, я просто сижу, сижу, вот так одетый, вот, в халате. Лёня хвастается, хвастается. Я говорю, ну ладно, Лёня, хочешь я тебе даю два месяца срок сделать вот это? Нет, да я вам завтра сделаю, чтобы. Ну давай, став штангу. Поставили штангу 160 килограмм. Не разминки ведешь в первый раз, я ему 10 раз присел, говорю, сделай, два месяца даю. Так вот, до сих пор уже пять месяцев ведешь, и не может делать. Сейчас он меня сегодня заводит на жим, лёжа. Жим лёжа 12 лет не делал. Вот сейчас буду пробовать с ним на обум сразу, ну с первого раза, да, жим лёжа. Да он жмёт где-то, только 150 где-то, кажется, жмёт. Ну а я вот на этом уже под 45 градусов, 185, пожалуй. А лёжа, ну, я под 200 сейчас сделаю. Кстати, вот когда в цирке ещё работа была, вот разводки, жимовые упражнения, тоже практически ежедневно, да? Нет, на одну и ту же группу мышцы нельзя работать каждый день. Выстраивается программа. Ну на спину получается нагрузка. А, нет, это да, это, нет, работа это работа, трюки это трюки. А тренировка, отдельная тренировка, это тренировка, да, это разум. Потому что грубные мышцы, они в этих тренировках... У меня, смотри, как шло. У меня вообще система составлена была так. Грудь широчайшая в один день. Ноги, и неправильно было, но сделано ноги, спина было в один день. Вот, потом дельта, бицепс, трицепс и икроножная перинеос, предплечье. Я на это обращал внимание. Вот у меня 4 дня разбито. И следующее, бывало, только в воскресенье у меня передышка, а так следующее 4 дня сделал. Допустим, если я с понедельника в четверг это закончил, и начиналось в пятницу вот это, до воскресенья. В воскресенье вот. Вот у меня разбито было. А в цирке были условия тренироваться? У меня свой реквизит. Ну, там прям, там же и... Я все возил свое. У меня есть танки свои, все, все. Ну, у меня, сейчас хожу, около трех тонн реквизитов. А чем нет? У меня же самолеты вариант, три контейнера. А по Советскому Союзу был СОП «Автотранс» 12-метровый. Он стоит во дворе. Выступали только в новом цирке, да? В старом? Нет, и в старом, и в новом. В старом я отработал в общей сложности где-то лет 5-6. Я же его закрывал на капитальный ремонт. Это при Никулине старшем еще было? Я с ним работал вместе, не при Никулине старшем. Я закрывал цирк. Юра тогда выгидал на манеж, когда я машину поднимаю, что не надо, не поднимаю больше. Да-да, это на видео есть там. Ты что? Я очень много, я больше в старом цирке отработал, чем на Вернадске. Я был там на Вернадске. Нет, нет. А вот в целом силовой жанр в цирке, он как бы развивается или наоборот затухает? Такое впечатление, что все меньше и меньше, да? Нет, затухает. И за рубежом тоже, да? Везде. Везде. То есть перспектива плохая, если вот не ваш театр, который изродит плохая. Наоборот хорошая. Наоборот хорошая. Нету желающих, не хотят, не идут. А если бы он наоборот много было, то ты не влез бы. Нет, ну то есть, без вашего театра, который вы сейчас хотите организовать, как бы, жанр почти затух. Но это если только не официальная зарплата, а какие-то спонсоры, которые кормили бы ребят. Нет, ну сейчас есть корпоративные выступления, наверное, всякие. То есть могут артистов силового жанра куда-то приглашать за какие-то деньги, поработать дополнительно. Наверняка там... Никогда в жизни никто этого не будет делать, если сам артист не позаботится. Во-первых. Во-вторых, если ты заключаешь контракт с Россирком или с какой-то компанией, ты не имеешь права дальше нигде работать. То есть они мало платят и еще не дают подрабатывать, да? Не дадут... А нельзя. Они отправляют тебя на гастроли. Ты же гастролируешь по всей стране и по за рубежом. Ты не сидишь в одном месте. Собирается компания, группа, трупа, целиком программа собирается и отправляются. В нашем-то представлении это самый интересный цирковой жанр, да? Силовая атлетика. Силачи. Остальное в цирке нам меньше как-то интересно. Не знаю. Цирк-то перестали уже по телевизору показывать. Ничего не показывают. А там убийство. Когда выступают салонные атлеты, очень интересно сходить посмотреть, что и как там.